Смотрите сегодня. 8 февраля у Виктора Проскурина был бы день рождения. Сейчас, когда я пересматриваю эти картины, я поражаюсь, какого великого артиста мы потеряли. Почему он не смог до него дожить? Я думаю, что не просто так он оказался в конце своей жизни при таких обстоятельствах. И почему Виктор Проскурин уходил в полном одиночестве? Карантин, все закрыто, там нельзя, здесь нельзя. Ваша фамилия? Лепшев. Гена. Нестор Петрович. Что же это такое получается? Ходишь, ходишь в школу, а потом бац! Вторая смена и прощай родные учителя на целую неделю. А как же другие-то? Тоже в разные смены работают и учатся. А тебе хорошо. У тебя есть сила воли. А у меня нет. Садитесь, Лепшев, об этом потом. В конце июня 2020-го череду потерь страшного года пополнило еще одно имя. Не стало Виктора Проскурина. Страна прощалась со своим любимцем 4 июля. Церемония прошла в Щукинском училище, которое Проскурин окончил почти полвека назад. Ну, во-первых, я ему очень благодарен. Что бы там ни случилось, он потрясающий актер. Шура. Дурак ты, Шура, а не командир. У нас были посиделки такие, и он стал читать Есенина. Он его так читал. Даже я замерла. Он его читал совершенно по-другому. Он ощущал себя Есениным. Он ощущал эту пьянь всякая такая городская. И тогда он становился самим собой. Искусство. Это Рим, который взамен Турусов и Колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Общение с ним было очень трудным, нелегким. Вот у меня было такое ощущение, что как будто у него внутри камни какие-то, значит, поворачиваются, и вот что-то скрижищет, и не знаю, как-то ему еще тяжело самому-самому с собой разговаривать. Так что, если вопросов больше нет... А у меня вопрос. Вы вот тут про всех все говорили. А что же про Ирину Круглову ничего не сказали? А об этом потом поговорим. Неуживчивый, никому не кабельный. Сейчас, когда я пересматриваю эти картины, я поражаюсь, какого великого артиста мы потеряли. разного, теплого, нежного, трепетного, острого, хамского. Вот такая глыба. Не актер одной роли, который эксплуатирует свое обаяние, там, из кадра в кадр, там, или, ну, как-то разные костюмы, усы приклеил, а все равно одинаковые, разные везде. Ваши дела. Вам с Ларисой в Париж ехать. Но я тоже не в убытке. Расходов меньше. Он был желчный. Вот эта желчность, она очень характеризовала его. Его желчность, почему он был желчным? Он очень жестко видел правду. С вас пример брал во всем. Через вас человеком стал. Под вашим крылом воспитался. Что я был? Дурак! Дурак, а теперь я член общества. Меня все уважают. Путь Виктора Алексеевича не был простым. Ему всегда приходилось идти наперекор судьбе. И даже умер он по-проскурински. Во время пандемии артист попал в самое пекло. Практически тюрьма. Да, это все-таки ковидная больница. Я думаю, что не просто так он оказался в конце своей жизни при таких обстоятельствах. То есть он ведь мог не оказаться в этой больнице в ковид. Понимаете? Они ведь перепутали, они думали, что у него коронавирус. Да, я был в шоке. Мне казалось, что мы должны, во-первых, еще что-то сделать. И что Витя всегда обязательно еще что-то должен. Он должен работать и он должен жить. Мисс Морстон, я не знаю, кто ваши друзья, но одному из них, мистеру Холмсу, я очень признателен, он обещал меня освободить. Я освободил. Я здесь для того, чтобы его поблагодарить. Мистер Лейстр и Скотт Ландьярда. Я прошу вас, не читайте про Скотт Ландьярда. Я ненавижу сыщиков. Но Шерлок Холмс тоже сыщик. И несмотря на то, что диагноз Проскурина был другим, его родным пришлось приложить невероятные усилия, чтобы страна могла достойно попрощаться с любимым артистом. Хонда пробила разрешение в Щуки, чтобы просили все в Щуки на сцене. Это она этим вопросом занималась. Карантин, все закрыто, там нельзя, здесь нельзя. И она, собственно, обратилась ко мне, я тебя умоляю, давай простимся в театре. И в театре тоже шел ремонт. Я говорю, подожди, сейчас что-нибудь придумаем. И я очень благодарен Ирину тоже, и Князеву, и Институту театральному Щукинскому, которые вот так благородно простились своим актерам, своим выпускникам Щукинской школы. Виктору Проскурину не было и 70-ти. 8 февраля текущего года – первый день рождения артиста, который пройдет без него. Уже давно его поклонники задавались вопросом, что с их любимым актером. В последние годы Проскурин резко похудел. Он был совсем не похож на себя в лучших фильмах. Вот те, ж давно ли я его знаю. А уже полюбил. В Костроме Проскурина помнят таким. Мы снимались, конечно, театральные работники, мы снимались в фильме «Жестокий романс», но мы не смели подойти ни к Никите Михалкову, ни к Виктору Алексеевичу, нет. Мы театрально знаем свое место, не роняя достоинства, но мы стояли и наблюдали. Нам было очень интересно. Виктор Алексеевич очень скромно заканчивался кадр «Стоп», и он тихонько, скромно уходил из этого кадра. И удивительной скромности, и простоты человек, но как он сыграл Васю Вожеватого, это тоже вершина. Если хотите стреляться, Юлий Капитонович, пистолет надо бы назарядить. Он у вас, видно, не заряжен. И увидел его резко вдруг в новом болезненном состоянии. Я просто испытал шок, как сейчас говорят, шок. И вот когда я его лепил, на нем фактически уже не было лица. Это была маска, такая высохшая маска. Это был высохший человек. Он как бы был бы уже по ту сторону. Я знал, что он сильно пьет. Но, понимаете, от того, что он сильно пил, вы знаете, он никогда не был алкоголиком. На нем не было среда, когда люди пьют, лицо меняется, это. Он пил, как тушат пожар в сердце. Вдруг я его встречаю на фестивале «Амурская осень». И какой-то идет такой сухенький дедок какой-то, в какой-то тюбитеечке такой, какой-то такой креативненький, вроде какой-то модный. Марина, здравствуй. Я... Здрасте. Витя. У меня прямо слезы, думаю, что-то случилось, потому что, ну, просто, просто другой человек. Да и он сам понимал, что сильно сдал в последние годы. Во время интервью актер все время себя контролировал. Я сейчас о операторах хочу спросить. Я не очень сижу, как старуха из Эргилии, так, нет? Да, да. Вы сидите хорошо. А, ну и слава богу. Александр Петрович. А что, Петрович, технарь, что ли? Не понял. Из инженеров? Нет, офицер. А как-то я не догадался, на вас же написано. Да. Нынешний мужик 30 годам уже рыхлый, а вояки держат форму. Даже если когда ему было трудно и тяжело в жизни, он никогда это не выносил на показ и никогда не жаловался ни на что. Хотя там вот он последние 5 лет он болел сильно очень, но никогда не жаловался. Вселенная прорвемся, прорвемся, романность. Что же произошло с нашим любимым артистом? Как он жил в последние годы? Какие строил планы? И собирался ли подводить итоги? Об этом сегодня честные безутайки расскажут его дочь, ближайший друг и последняя жена. Смотрите далее. Кто был рядом с артистом в его последние годы? Я могу вспылить, но я очень быстро отхожу. Почему у Виктора Проскурина была такая непростая семейная история? Она тоже не выдержала этого. Она поняла, что она не сможет выдержать. Какую тайну актера раскроет его дочь? Они же грызлись 4 года, будучи однокурсниками, они как пес и кот. И почему Проскурин не рассказал жене, что серьезно болен? Просто так выгонять на улицу – это неправильно. Сейчас последняя жена Виктора Проскурина Ирина Хонда живет в Санкт-Петербурге. Она делает одежду для собак и собирается писать книгу об артисте. В ней будет вся правда об одном из самых закрытых актеров российского кино. Та правда, что ей удалось узнать. Я пыталась, но я наталкивалась на такую стену. Хонда, это неинтересно никому. Хонда, это неинтересно. И мне приходилось хитрить, задавая ему какие-то вопросы, вытаскивая из него какую-то информацию, по сусекам собирала. Она его по-женски действительно любила. Она любила, как свою песню, как саму себя она видела вот этого гения. Остальное она не замечала. Было очень трудно. Но она с легкостью переносила трудность его характера. Вот я иногда так наблюдал со стороны. Он всегда держал ее чуть поодаль. Он никогда не позволял подойти абсолютно близко. Виктор Алексеевич никому не позволял вторгаться дальше коридора. То есть, если он считал, что это запретная территория, туда войти никто не мог. Нестор Петрович, ходишь, ходишь, школа, а потом бац! Ганджава намерен вести себя так на каждом уроке? Ходишь, ходишь, в школу, а потом бац! А я, может, к свету знаний тянусь. Ген, тянешься ты к танцам, понимаешь? О сложном характере Виктора Проскурина в актерском мире ходили легенды. В фильме «Время выбрало нас» была такая ситуация. Странная очень. Как-то мы лежали, отдыхали, и я что-то там балагурил, шутил как-то громко, что-то баловался, дурака валял. Он навис яйцом в меня, сырым, разбил от меня сырое. Я заскакиваю, кинулся на него. То есть, вот была ситуация, я думал, сейчас я ему вмажу. И вдруг он, ой, Володя, извини, что такое на него нашло? Вот извини, извини, вот такие повороты могли быть у этого человека. Я могу вспылить, но я очень быстро отхожу. У меня нет накопления злобы, такой ненависти, мерзости какой-нибудь. У меня бывает так, что... Это взрыв, так сказать, взрывность, это или как это назвать по-русски, скорее всего, от некой такой беспомощности, от зажима, от невежественности. Товарищ капитан, поскольку вы серьезно относитесь к Елене, должен вас предупредить, что пока вы охраняете границу, к ней ходят мужики. Я тебя сейчас ущипну. Я, значит, позвонил Виктору Алексеевичу, он подошел с своим сипатым голосом. Я говорю, здравствуй, Виктор Алексеевич, меня зовут Максим, и я должен вводиться на роль, которую вы играете. Не могли бы вы мне помочь? Он говорит, вы в каком училище учитесь? Я говорю, в Щукинском. Ну, тогда вам не надо ничего говорить. До свидания. И положил трубку. Вот это наша первая встреча была такая. Он, да, да, это был характер, господи, не дай бог. Но он такой самоед, конечно, был. И самоед, и окружающих пожирателей. Никогда не юрил, он говорил, всегда прав. Даже если ему что-то не понравилось, он говорил, очень резко и конкретно. Я теперь, наверное, уже понимаю, как многих людей он вокруг себя обижал. Потому что как бы в искусстве, если тебе не понравилось что-то, или в театре всегда люди стараются найти какие-то обтекаемые фразы. Он же не был обтекаемый человек. Он был прямой, угловатый, четкий, рубил фразы, как правду мотку. Зря пялись, Юрий Капитонович. Не про вашу честь, невеста. Виктор Проскорин часто играл жестких персонажей. Это ему шло. Именно таким его увидела Ирина в первые месяцы знакомства. Он ко мне подошел так, просто со спины искал машину вон там. Я говорю, что говорю? Он говорит, садись на переднее сиденье. Это был уже так из серии «Выйти замуж за капитана» или «Военно-полевой роман». То есть это «Сядь», как она там присела, там, бедненькая, да? Ну, надо переписать. С ошибками подавать неудобно. Мне некогда. Сядь! Иногда Виктор Проскорин был поразительно похож на своих упрямых и принципиальных героев. Что происходит? Рекламируем галстуки. Карина, руку на плечо. Не надо, девушка. Елена Павловна, в чем дело? Что происходит? А что, это всего две минуты? Я не буду рекламировать галстуки. Я офицер. Ну и что? Я не думаю, что офицер-пограничник должен тиражировать свое изображение. Да-да-да, очень нужно врагам ваше изображение. Сожалею, Елена Павловна, на этот раз ничем вам помочь не могу. До свидания. И в жизни он такой был. Я говорю, Витя, надо сделать фотосессию. Какое фотосессие? Я говорю, Витя, надо идти на московский фестиваль. Какое фестиваль? Я говорю, Витя, надо находиться в инфопространстве. Какое инфопространство? Ирина считает, Проскурин похож на себя даже в роли многодетного отца. Пап, я в библиотеку, Ириш, в бассейн отхожу. Иришка, только вытирайся там как следует, маленький. Эй, а вы куда? В кино! По уроке. Я думаю, что если бы он сделал такой выбор, он как личность, как его душа, иметь такую большую семью, это был бы сумасшедший папашка. Вот если бы ему повезло встретить такую женщину, как героиню этого фильма, да? Это было абсолютное несовпадение с тем папой, которого я писал. Я писал, ну, скажем, молодой Миша Пореченков. Такой добродушный богатырь. А тут увидел такого колючего, хилого, прямо, я бы сказал, на фоне цветущей Наташечки. Вот. Как он там этих, значит, детей настрогал. В общем, я был очень удивлен. У нас пятеро, помнишь, пятеро детей. У нас Юрка, Наташка. Ужас. Валька, Олька. Ужас. О, Антошка. Ужас. Ну, не будет у нас. Ну, не будет, Маш, не знаю. То, что я видела за кадром, особо он такой желчный, язвительный, тоже такой. Нас вообще не замечал детей, вообще нас не было, вообще не было. Единственное, кого он любил на звучании, это Лена Борзунова, у которой одна там из девочек, она играла одну из дочек, такая хорошенькая. Она была дочка актера МХАТа. И он ее тискал, там, уйдите, моя девчонка, там как-то тискал. И это у меня-то как-то, думаю, ну ладно, тогда прощается ему. Это колючий, значит, не такой злой. Ну, и потом вторым удивлением было то, как он сыграл. Это действительно. Ну, вот Самсон был великий режиссер. Он понимал, что вот из этого огонь и пламень, значит, лед и камень, из столкновения характера высекается искра правды, искра жизни, искра искусства. Но Наталью Георгиевну он обожал. Они просто, они просто как два голубка. И когда я посмотрела, я влюбилась в него, я посмотрела сцену, как он признается ей в любви. Это мало кто может так играть любовь. Я очень тебя люблю. Просто жить без тебя не могу. Да. Это не знаю, как бы я утром просыпался без тебя. Ты моя самая нежная, самая любимая, лучше всех на свете. Самая-самая-самая единственная моя, Надюшка. Однако Виктор Проскурин окончил свои дни в одиночестве. Он расстался с последней женой вскоре после своего 68-го дня рождения. Как раз с 8-го у него было день рождения, а 11-го они развелись. Приятели мои, опять же, Семен с Андреем, позвонил, попросил, чтобы они как бы отвезли ее с вещами, со всеми вещами, отвезли ее на вокзал. Эту ситуацию долго обсуждала пресса. Говорили, что Ирина бросила мужа. Нет, это он попросил ее уехать. Почему Виктору Проскурину так и не удалось повторить судьбу своего героя из картины «Однажды 20 лет спустя»? Вместо того, чтобы иметь много детей и одну любимую жену, Виктор Алексеевич имел много жен и всего одну дочь. Правда, у него мог появиться еще ребенок. И об этом совсем скоро. Люсь! Одна брючина готова. А я уже зеленое платье глажу. Люсь, я тебя... Это одна из немногих картин, о которой сам Виктор Проскурин рассказывал с удовольствием. Если уж есть фильм, в котором он похож на себя, так это большая перемена. Режиссер Алексей Коренев как в воду смотрел. Люсь! Люсь! Да, Геночка! Вторая брючина готова. Он подбирал, значит, персонажей по своему сценарию к своей картине. Большая перемена, которая, в общем-то, о школе рабочей шерема, школа рабочей молодежи. Я учился в этой школе. Он сказал, а что, собственно, что-то искать? Студент, парень, молодой, незасвеченный, как сейчас говорят, нигде. Витя был такой энергичный, заметный, пижонистый. Тогда, так сказать, только появлялись джинсы, джинсовые костюмы. Витя обязательно был в джинсовом костюме или в джинсовой рубашке. И несмотря на атмосферу праздника и обилие красавиц-героинь, Виктор Проскурин отрицает, что на площадке «Большой перемены» ему кто-то особенно нравился. Может быть, потому, что такая девушка нашлась вне съемок. Актер женился еще студентом. Дети просто так не рождаются. Дети рождаются от любви. Вот единственная от первой жены у него Саша, дочка. Оля, она была такая маленькая, травести, хорошенькая, как кукла. Вот просто кукла, сок, просто. А, глаза эти. Я просто была влюблена в нее совершенно. И она тоже не выдержала этого. Она поняла, что она не сможет выдержать. И она воспитала эту дочь. У дочи тоже есть дети. А дочка, мне что понравилось, не потеряла контакта с ним. Они же грызлись 4 года. Будучи однокурсниками, они как пес и кот кублом катались все время. Ненавидели друг друга. А потом вдруг на четвертом курсе у мамы там были какие-то романы еще какие-то другие. То ли они репетировали какой-то вместе отрывок. Что-то они там такое делали вместе. И вдруг мне мама говорит, он цапнул за локоть ее и сказал, выходи за меня. Вот какая-то дурная такая вот романтика, шальная. Она почему-то согласилась. Зачем ты? А потом случилась и я. И как-то потом Питер случился. Я люблю тебя, Люся! Прощай скорее, не тот схвачу воспаление легких, Люся! Ну! С Петербургом у Виктора Проскурина особая связь. Этот город подарил артисту двух очень дорогих ему женщин. Его последняя жена родом из города на Неве. И именно там было принято решение оставить жизнь его дочери Александре. В Ленинград Ольга с Виктором поехали, чтобы прервать ее беременность. На пороге клиники, я так понимаю, мама сбежала, а он не стал ее догонять. Виктор Проскурин словно повторил историю своих родителей. Однажды мама раскрыла сыну тайну. И что только не делали. И как нужно сидеть в воде, и как горчиться, чего-то парить, и что надо пить. И какие-то что-то там вставлять и выплевывать. И сесть с холода в горячее, чтобы, как сейчас говорят, затравить, как сейчас говорят и так далее. И она это мне все пересказывала. А потом она сказала, ничего не получилось. И вот ты и родился. Но я знаю, что папа был маменькин сыночек. Он ее очень любил. Очень ее любил, и она его любила. Души в нем не чаяла, поскольку она его, я так понимаю, растила одна. Я папу никогда не видела со стороны. И я знаю, что папа сам с ним виделся раза три в жизни. И он где-то присутствовал так вот всегда, где-то периферийно. Первые съемки окончательно отдалили его от родителей. На этих кадрах Виктору 16 лет. Я попал в другую жизнь. Не папа там экскаваторщик и где-то там строители, а это кино. И поэтому там другие люди, взрослые люди, которые с тобой не сюсюкались, а жили. Ты жил, стал жить самостоятельно взрослой жизнью. Может, ты не знаешь там, Ген, ну, по молодости или там по легкомыслию, что ведь большое оно и Ген начинается-то с мелочей. Понимаешь? С тех пор для него начинается еще одна борьба. Проскурин должен все время получать подтверждение, что он нужен как артист. И если в Щукинское училище его взяли сразу, то с театром поначалу не сложилось. Вроде бы это успех. Выпускника отобрал на таганку сам Юрий Любимов. Нас взяли пять человек, однокурсников. Ну, мои, так сказать, коллеги, ребята, они там в массовке где-то стали играть, что-то. А меня так нигде не занимали. А я ходил, ходил, смотрел там. Любимову хотел. Хотелось, чтобы он меня увидел. Хотелось, чтобы он в каму я за водкой бегал. Нестор Петрович, ходишь в школу, ходишь? Да слышали мы это, Ляпишев, слышали. Потом бас, вторая смена и все такое. Однако любовь и внимание режиссера снискать не удалось. Поэтому, когда ему предложили перейти в театр имени Ленинского комсомола, Виктор Проскурин согласился. Если там он нужен, он готов. Марк Анатольевич его вытащил от Любимова. Он закончил Щукинское училище. Он был женат на Оле Гаврилюк. У них уже родилась дочка. Оля с ним уже развелась, пришел к нам в театр. И я на него смотрела, а я уже знала театр Любимова, я любила. И я думала, а почему Марк его притащил оттуда? Сидит с рыжими усами, конопатой. Глаза такие раскосые, такие, как у кота. У меня кота напоминал. Кривые ноги совершенно. Поющий, но не музыкальный. Скрипучий такой голос, такой все. Почему он ему нравится? Почему он его притащил? Захаров делает на него ставку. Молодой и харизматичный артист очаровал многих. Поговаривают, в него влюблена сама Татьяна Пельцер. На-ка вот, почитай. От нее. От нее. Он ее проводил домой. И она говорит, ну, поздно уже было там. Она говорит, Витя, значит, вы можете остаться, значит, переночевать у меня в кабинете. А там, говорит, такой кожаный диван скрипучий. И вдруг, говорит, среди ночи такой шарканье. Голова заглядывает с этими бегудюшками. И она говорит, Витя, вы можете спать спокойно. А я к вам не приду ночью. Однако из театра имени Ленинского комсомола Проскурин уйдет со скандалом. Причина прежняя. Он не может терпеть, когда он не нужен. Это очень, сэр, обидно. За что же так со мной, сэр? Стою, стою. И ничего не меняется. Он не мог подчиниться режиссеру, если он стопроцентно это не принимал. А в театре это одна из главных задач. Принять и подчиниться, довериться режиссеру, который с тобой работает. Он начал сниматься. И много. Востребованный. И вот на одной поездке из Греции в Венгрию он выпил, и как повел себя нехорошо, Марка Точева отослал на родину. И сказал, что это последняя его поездка, последние его творческие работы в театре. Театр – сложный организм. Есть вещи, когда актерам, вот таким актерам надо прощать, а просто так выгонять на улицу – это неправильно. То же самое и с женами. С матерью Александры они расстались, когда дочке не было и года. Вторая жена, коллега по театру Ленинского комсомола, будет с ним недолго. Проводить меня придешь? Не приду. Два года ждать будешь? Не буду. Потом замуж за меня выйдешь? Не выйду. А иначе? А что иначе? Мама! Иначе очень трудно мне будет жить без тебя, Варюха. Он женил с Натаней Дербеневой, и там тоже брак не состоялся, потому что он не мог остановиться, вот остановить себя, вот в этом, с алкоголем. Никак не мог он справиться. Если тебе решительно нельзя остановиться, пойдем к Пантелею. Верно. Верно, ребят, идите к Ивану. Он свой парень. Дольше всех Виктор Проскурин проживет с третьей супругой. Они с режиссером Светланой Колгановой подарили друг другу 20 лет. Вот прекрасный режиссер. И она с ним дольше всего прожила. И мне кажется, что это был замечательный творческий тандем. Это вот она его так вот взяла, вот под крылышко к себе. И всю вот эту вот жизнь, вот весь этот блеск, который на нем был, это вот она ему предоставила свой мир. Когда Виктор Проскурин познакомится с последней женой, у него давно будет свой мир. Очень странный, но очень яркий. Джентльмены, прошу вас в кабинет затворника. Мой кабинет мал, но зато здесь все устроено по моему вкусу. Клоуны были отовсюду. Они висели, стояли, подсматривали в туалете, возле унитаза. Они везде были приклеены на скотчах, на веревках. Он, видимо, жил в этой сказке своей. Он ее придумал, он ее создал. На столе стояло какое-то безумное количество огромных тыков с таким хвостом. Большая тыква, маленькая. Какие-то гранаты кругом наложены были, лимоны. Эта женщина создана для роскоши. Дорогой бриллиант, дорогой оправы требует. Проскурину уже за 50. Но он все еще похож на своих героев. Мы с тобой с детства почти родные. Что мне делать? Помоги. Лариса, я рад бы, но я ничего не могу. И только позже Ирина поймет, что Рязанов пригласил именно Проскурина играть хваткого и хитрого купца неспроста. У тебя тоже цепи? Хуже. Кандалы. Слово честное. Купеческое. Виктор Алексеевич умел молчать. Одну из тайн он раскрыл лишь спустя десятки лет после съемок. Так получилось, что я в этот период снимался у Герасимова в картине о Толстом. И так я поехал, отснялся. И так получилось. Ну, так получилось по жизни. Я, значит, взял, побрился. Нагло сбрился к чертовой матери. И там, значит, у Герасимова снялся. Но дело в том, что когда приехал, то у меня раз и досъемка была. Именно вот в жестоком романсе у Ульдара Саныча. Вот та самая сцена. Но в ней у Проскурина есть волосы. Оказывается, актер не стал посвящать всех в свою проблему. Он заранее на собственные деньги вызвал гримера, и тот по волоску приклеил артисту шевелюру. И все это сняли. Это была наша такая тайна. Поначалу Ирина не догадывалась, что у Виктора Проскурина есть более серьезные тайны. Через три года после похода в ЗАГС ее ждал неожиданный разговор. Пригласил, говорит, пойдем в ресторан сходим. Я говорю, пойдем. Ну, вот он мне говорит, Хонда, у нас тут такая проблема есть, говорит, небольшая. Я, говорит, надеюсь, что ты сейчас прям встанешь и уйдешь. И мы больше с тобой не увидимся. Я говорю, давай рассказывай, что случилось. Он говорит, ну, эта квартира не моя. Я как бы ее подарил в свое время. И, собственно, мне ничего нет. Мы сами-то, честно сказать, узнали года четыре назад, что квартира не это. Как бы не его. Хотя это его родители квартира, но то, что он ее переписал. Оказывается, в свое время актер написал дарственную на свою единственную квартиру четвертой жене. Смотрите далее. Как Виктор Проскурин лишился квартиры. Это такой классный мужской поступок. Почему он не сказал последней жене, что болен? Он говорит, Хонда, что случилось? Я говорю, Витя, а что это было, говорю? И можно ли было его спасти? Он, конечно, только шел к яме. Все? Концерт окончен. Четвертая жена Виктора Проскурина получила от него щедрый подарок – квартиру. Так как он молодой человек, был такой горячий и пьющий, возможно, находясь в состоянии постоянного алкогольного опьянения, он, видимо, по пьяни это дело все подписал. Ну, это я говорю из его рассказов и документах судебных, которые я читала своими глазами, и в которых было прописано, что человек находился вот в таком состоянии стабильно. Более того, у него даже был диагноз вторая степень алкоголизма. То есть, и, как бы, возможно, он это сделал ну, вот в таком, в любовно-пьяном аффекте, да, возможно. Лень, Лень, сынок, что все было-то, а? Чего-чего? То, что и всю неделю. Выходи, мне на горшок надо. Когда он жил с Ириной Смуровой, по-моему, в 2004 год он ложился на операцию. Вероятно, прогнозы этой операции были таковы, что вполне себе могло кончиться дело плохо. В этом случае он, как человек предусмотрительный и внимательный, он оставил записку, в которой он написал, что в случае моей смерти он, как бы, оставляет ей свое имущество. И мне кажется, что это явилось заделом будущей ее идеи получить эту квартиру. Я так дома. Он сам говорил часто, что говорит, зачем я это сделал, зачем, вот можно было бы вернуть все назад, я бы, на дочку все переписал. Конечно, там все налетели, сказали, ты чего, с ума сошел, как так, давай. И он нехотя, конечно, подавал в суд, чего-то вяло судился. Ну, согласитесь, ну, некрасиво. Ты подарил что-то женщине, а потом берешь обратно. Ну, и он это тоже понимал. И поэтому я думаю, что я где-то в глубине... Я даже рада, что он так сделал, потому что... Это такой классный мужской поступок. Сереж, ну зачем ты все деньги за фрезу на это платье истратил? А что, не угодил? Нет, почему? Угодил? Но, как оказалось, это была не единственная тайна Виктора Проскурина. У него была онкология, но она была, операция сделана, 14-й год. И вот он пил, как воду, да, вот это все. И, видимо, он просто от страха это делал. А я не знала, что у него онкология. Я о том, что у него онкология, узнала из передачи Бориса Корчевникова. Я сижу, смотрю передачу, и вдруг он об этом говорит. Мама мне звонит, я говорю, она говорит, Ира, ты слышишь, что он говорит? Я говорю, мам, я в шоке. У меня есть кусок границы, который я должен охранять. Это мой долг. Если я его не выполню, любые ссылки на болезни, юбилеи, испорченные карьеры мне не помогут. Почему Виктор Проскурин не сказал жене, что болен? Я сижу такая на кухне, просто сижу такая и смотрю куда-то там. И даже его не встречаю. Он говорит, Ханда, что случилось? Я говорю, Витя, а что это было, говорю? Он говорит, в смысле? Я говорю, а вот передача Корчевников, рак. Я говорю, а почему я об этом не знала? Он говорит, а зачем, говорит, тебе это надо? Мне лично он ни разу не сказал, я болел раком. Никогда. Я знал это от Иры, конечно. Да я это видел. Мне нетрудно догадаться, что происходит. Это видно было. Впрочем, кое-что не стало для Ирины сюрпризом. О том, что актер периодически забивает, она знала. В актерской среде этого не утаить. Виктор Проскурин не выдержал после разрыва с очередным режиссером. Ну, а чем, чем закончилось-то, а? Все, папа, не отвоевался ты. Как с тобой разговариваешь? Мать с утра в отделение побежала. Сейчас придут тебя на 10 суток сажать. Да ну. Баранки гну. Первый выстрел сделал это Меншиков. Олег Меншиков, который уволил его из театра Ермолова. Он очень переживал. Он сидел на стакане, он два года сидел на стакане. Два года. За эти два года практически его не видели постоянно. Для новой жены Проскурина это скорее вызов. Она готова его спасать. Алкоголики и пьяницы – это просто отсутствие любви. И его вылечить можно было только любовью. Мое мнение, и не только Иры касается, а я считаю, что женщина не имеет права себя приносить в жертву мужчине, который выбирает алкоголь. Задача оказалась сложнее, чем Ирина ожидала. Человек, который выпивает, в любом случае с таким человеком сложно. Он не бежал за деньгами. То есть он со всех точек зрения обывательского, это был не тот человек, с кем связывают судьбу. И он не хотел делиться с другим человеком своими проблемами и сложностями. Он был бесконечно гордый человек. Когда он выпил, выпивал, ты рядом с ним. Когда он спит, ты рядом с ним. И молишься, молишься, молишься всем богам, которым вообще возможно. Помню, я давала какое-то интервью, и там какие-то люди написали. Дур какая! Молится она круглосуточно возле него. Сдала бы его в диспансер какой-нибудь, и все. А у нас другая история была. У нас была история... Я в него верила. Но вот вопрос. Когда перестал верить в себя сам Виктор Проскурин, судьба наносила актеру один удар за другим. В середине 90-х он попал в аварию. У него же была какая-то очень страшная автокатастрофа, в которую он попал. Но вот однажды он мне произнес фразу, «Видите, что с тобой, почему-то с палочкой». Он говорит, «Последствия страшной давней автокатастрофы». Меня же с собой собирали буквально по кускам. В последние года 4, каждые 2 месяца, мы вложили в ЦКБ, где он лежал 2, максимум 3 недели, и выходил, и бодрячком 2-3 месяца, он опять же, бодрячком, все у него было хорошо. Это выматывает. Но могло ли это перечеркнуть желание жить? Да, это очень похоже на такой какой-то вот уход. Такой отказ. Это очень печально. Может, у Виктора Проскурина было бы гораздо больше стимулов жить, если бы у них с Ириной родился ребенок? Послушай, ну я же слышала, он мамы сказал. Ну ладно, послушай. Мама. О, папа, он сказал, папа. Мы предпринимали попытки исследования, что со здоровьем у обоих. И потом он мне даже стал говорить, что, Хонда, ну заведи себе любовника, роди там. Я его усыновлю, все как положено, потому что я понимаю, что ты хочешь иметь детей, но со мной у тебя не получится иметь детей. И тогда жена предложила Виктору Проскурину усыновить ребенка. Я говорю, Вить, у меня к тебе серьезный разговор. Он говорит, да, что случилось? Я говорю, у меня все равно есть эта тема, она открыта, она как рана для меня. Я хочу иметь детей. Но, как бы, любовника это не для меня. Я из другого теста сделана. Эко тоже не ко мне. И, собственно, может быть, тогда усыновим. Он так сидел, он так вот, как вот он замер так. И вот он сидел там, не знаю, 30 минут, 20 минут. Он просто сидел, молчал. Так почему ты не отвечаешь на мои письма? Потому что мы не подходим друг к другу. У тебя другая жизнь, другие цели. Не сложилось. Многие, кто был близок к актеру, заметили, что с каждым годом у него все меньше сил бороться. Во-первых, конечно же, еще последствия химиотерапии, онкологии и всего этого раз. Второе, то, что он после большого перерыва все-таки стал употреблять алкоголь. Это два. Бесконтрольно. И, как я понимаю, в каком-то смысле понарастание, к сожалению. Есть пьяница, а есть больные люди алкоголизмом. Это разные вещи. Многие не понимают этой разницы. Так вот, если человек болен, а он был болен, он, конечно, только шел к яме, а не мог остановиться перед ней и застыть в этом положении. Так не бывает. И когда мы его хоронили, он весил 43 килограмма. То есть высохший совсем. Последняя фраза была, он говорит, я больше не монтируюсь с этой жизнью. И вот тогда, наверное, надо было бить во все колокола. Хотя я, в принципе, била во все колокола где-то до отъезда в Питер. В последние месяцы жизни Виктор Проскурин практически не выходил из дома. Ирина не раз пыталась поговорить с бывшим мужем. И однажды ей показалось, что актер ее услышал. Он говорит, Хондочка, я тебя понял. Я тебя понял. Я постараюсь, говорит. Я постараюсь, я буду ходить. Вот. Я, говорит, встану, я встану, я буду ходить, говорит. Я смогу. Я там даже какой-то маршрут буду... Говорит, спасибо тебе большое. Ты не волнуйся, я постараюсь. Я понимала, что... Ай, нет, извините. Актеры не совсем обычные люди. Им не обязательно быть хорошими или счастливыми в жизни. Многим из артистов гораздо важнее, какими их запомнит зритель. Виктора Проскурина зритель запомнит счастливым... Ну, Гришка, держись. ...настоящим мужчиной... Для меня ты никогда не была замужем. ...великолепным отцом... Это из комната «Герлз». ...и надежным товарищем. И за одни его роли можно было бы благодарить судьбу. Но для этого надо уметь быть благодарным. А это сложно. Потому что поводов для обиды жизнь дает гораздо больше.